За прошедшие сутки было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. При этом обстрелам подвергались 15 населенных пунктов нашей республики. На Горловском направлении боевики 72-й механизированной бригады под командованием военного преступника Татуся и 58-й мотопехотной бригады ВСУ под командованием военного преступника Дропатова подвергли обстрелам из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и крупноклимерных пулеметов, населенные пункты Широкая Балка, Гольмовский, Зайцево, поселки Шахт имени Гагарина и Изотова. На Донецком направлении боевики 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ под командованием военных преступников Марченко и Кокарева, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ под командованием военного преступника Иванова вели обстрелы из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Минеральная, Лозовое, Старомихаловка и поселок Трудовский Петровского района города Донецк. На Мурюбльском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под командованием военного преступника Куроча вели обстрелы населенных пунктов Коминтерного и Ленинское с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Жертвы разрушения уточняются. В нашей разведке зафиксировано прибытие в район населенного пункта Калиново, то есть 17 км северо-западнее Донецка, тяжелого артиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады. В настоящее время в ангарах сельхозпостроек на западной окраине населенного пункта замаскировано 18 единиц гаубиц калибра 152 мм, 12 пушек МТ-12 калибра 100 мм и 6 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Мы обращаемся к международным наблюдателям с требованием зафиксировать наличие запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи линии боевого соприкосновения и добиться от украинской стороны его отвода на установленное расстояние. Под нашим данным, прибытие такого количества тяжелого артиллерийского вооружения и занятие действующего склада сельхозпродукции было неоднозначно воспринято местным населением населенного пункта Калиново. Инициативной группой из числа местных жителей подготовлено и отправлено в адрес командующего ООС Наева коллективное письмо с требованием вывода военных подразделений и вооружения из населенного пункта. Одной из основных причин указывается в блокировании работы единственного действующего предприятия, на котором работает большинство населения поселка, а также уже происшедшие факты мародерства и провоцирования конфликтов пьяными боевиками в отношении мирных жителей. Прибывшие представители военной службы правопорядка ограничились составлением административных протоколов и отпустили трех пьяных боевиков из состава реактивной батареи 57-й бригады, которые ранее пытались вынести имущество из частного дома. Наша разведка располагает данными о прибытии сегодня, 15 ноября, в район комплекса отдыха «Царская охота» южнее населенного пункта Авдеевка журналистов украинских и иностранных телеканалов. В то же время командиру 56-й бригады ВСУ поставлена задача на выделение сил и средств для участия в постановочных видеосъемках с обстрелами своих населенных пунктов. Последние подобные игры украинских бандитов перед камерами уже заканчивались трагедией. В результате стрельбы в населенном пункте Маренко с позиции вооруженных формирований Украины получил ранение мирный житель. Факт ранения и причастности к этому украинских боевиков власти и командование оккупантов пытались скрывать. Однако после утечки информации и обсуждения ее среди местных жителей, террористы Наева решили всех обмануть и представили наблюдателям миссии ОБСЕ раненого как жертву обстрелов со стороны ДНР. При этом украинским СМИ была поставлена задача интерпретировать данные отчета миссии в выгодную киевским террористам сторону при поднесении ранения как последствия обстрелов со стороны ДНР. Мы не исключаем, что очередные провокации украинских боевиков могут вновь плачевно закончиться для жителей Авдеевки или других ближайших населенных пунктов. В связи с чем призываем Наева прекратить провокации, из-за которых могут пострадать мирные жители.